I have ways of blowing things off I have ways of blowing things off I have ways of blowing things off I don't know about the second I don't know anything I have very good feedback on Steam As you know, I'm trying to avoid spoilers So, at least, I'm going to know Before the new project Just let's go ahead I have a new game I already play, if not How can I be so tired I can't believe that they all are all over They all turn off the head They all turn off the head Any other things Any other things Any other things They turn off the control Any other things They make a good I do From the beginning It was a mistake Maybe it's not a bad thing 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 It looks like a zombie It's not a bad thing You look into a bad thing Yeah, it's not a bad thing It's not a bad thing It's just a bad thing Not a bad thing Не бывает великих дел без великих препятствий, но Бог-свидетель, мне страшно как никогда в жизни, уверен, они не придумали, как втянуть в это все Эвана, я знаю только один способ защитить сына, сын должен оказаться вне этой страны, чтобы его защитили. Не бойтесь прыгать с утеса, а пока летите вниз, отращивайте крылья, отращивайте крылья, да, отращивайте крылья, аловар премиум, который И теплая лампочка игры представляют Мне кажется, нужно будет еще подкрутить немножко звук Вот это эффекты Ред Грейв Чувак, ты успеешь себе крылья отрастить? Карл Штейн, специальный гость Ха-ха-ха-ха Если что, Карл Штейн это был смотрящий из первой части, смотрящий за домом В игре Холдер Два Да Эпичненько, ничего не скажешь По-моему даже громковато, сейчас попробуем Несколько дней спустя Перевод в министерство одобрен Нужно приступить к работе сразу после приезда в Хельмер Д. Каннингем П. С. Твой отец мертв Подробности приличной встречи Девять утра Погодите минуточку Это у нас Ну я так понимаю, что Эван Да Сделал потише чуток Музыка, по-моему, слишком гнетущая была Звуки тоже чуть-чуть потише, но громче музыки Денег У нас чувак нищий Задание, досье, инвентарь, карта, навыки Наследие Редгрейва Биометрический сейф Открыть не могу Привет, видимо, тебя и что Меня зовут Джордж Хемниц Привет Добрый день Эван Да, это Эван Должна быть ты важная персона, Эван Я прав? Чё ты взял? Я работаю в министерстве уже 8 лет 4 месяца 12 дней За это время я обработал 18 тысяч 302 обращения от граждан Выпил 16 1629 чашек кофе И был свидетельным 284 случаев гражданского неповиновения А теперь спроси, сколько раз меня отправили встречать новичка на входе в его первый рабочий день Несколько же? Ноль, Эван Ни разу за 3052 рабочих дня отсюда я делаю, что ты важная птица Я прав? Я... Нет, мне кажется Понятия имею о чем-то Может, ты меня с кем-то путаешь Я прибыл по назначению на должность простого клерка Я Эван Редгрейв Редгрейв? В смысле тот самый Редгрейв? О боже, ведь твой отец Что ты хотел сказать? Примимые соболезнования Наверное, тебе очень тяжело сейчас Ведь я виделся с ним за 5823 минуты до его кончины Если никогда не были особо близки Если быть честно, мы не общались уже лет 10 Даже не знал, что он тут работал Пока вчера мне не сказали Он не просто тут работал Твой отец был одним из самых уважаемых людей в министерстве Руководил на самом верху Пишут, самое удивительное Он не смотрел на простых сотрудников сверху вниз Был открытым и честным человеком Здорово Что произошло? Полиция что-то выяснила? Нам мало что говорят, так что у меня есть только несколько фактов Остальные это слухи и домыслы недалеких сотрудников Какие факты? 47 часов 23 минуты назад Твой отец выпал из окна на самом верхнем этаже министерства Улетел 37 этажей, упал на мостовой Умер мгновенно Причины происшествия устанавливают компетентные органы По крайней мере, нам так говорят Маловато фактов Возможно У меня есть для тебя важная информация, касающаяся смерти твоего отца Нам лучше поговорить об этом в тихом месте После того, как я проведу инструктаж, покажу тебе рабочее место Говорить с первым делом дело Готов к своему первому дню министерства? Готов в виде Джордж Хемниц Джордж Хемниц, возраст 35 Пока что все, что мы о нем знаем Но досье на него собирается в нашей голове Ясно Следовать за Хемницом в рабочее место Здание министерства по праву считается Я могу кнопками? Да, могу кнопками, я могу мышью Одни из самых красивых функциональных строений Страны По сути, Сан, 37 этажей Здесь 26 метров выступят 12 742 кабинета И более 325 тысяч посетителей в день И иногда я пытаюсь посчитать Сколько из товаров народного потребления Могли произвести все эти люди Если бы занимались чем-то помимо состояния в очередях Ну, обычно такие цифры у меня в голове не укладываются И я сдаюсь Я могу еще с кем-то говорить Я могу с тобой еще говорить Обрати внимание На станцию мудрого вождя На площади Для изготовления Было использовано 5500 тонн бетона И 2400 тонн металлических конструкций Масса всего памятника Свыше 8000 тонн Для его сооружения Пришлось отказаться От постройки 8 детских садов И одной больницы Очень в стиле Да, мудрого вождя Впечатляет Не правда ли? Да Пришлось отказаться А А вы у нас кто? Я могу с кем-то еще разговаривать, нет? Ооо Вот то самое местечко Твой день закончился в жизни Путь здесь На холодном бездушном уставой Теперь это любимое место для людей Которые любят посудачить Можешь послушать О чем они говорят Хотя вряд ли ты услышишь Что-нибудь полезное Или приятное Тем не менее Привыкаясь Специфика работы здесь такая Неважно какая у тебя должность Нужно все Все слушать Везде смотреть И потом докладывать наверх Я могу с кем-то 10 минут поговорить могу Давай И кстати Время до этого не шло Что произошло? Я уже 3 дня В Министерство распределения Отчеты нашу Все пропустил Говорят Редгрей Вчера выпал из окна Редгрей Редгрей Ладно Ты вообще представляешь Кем он был? Как не знать Он большой начальник Как такое могло случиться? Не знаю Лучше бы об этом не думать Эти в типа в шоке Ребята Да? То есть так Время не идет Время идет Только когда я слушаю Сплетенки Да? Ну хорошо Еще 10 минут потратим Торин видел Как он летел Торин дубащит который Говорит С самого верхнего этажа Сначала стекла посыпались А потом Вот черт Наверняка уже Головы полетели Наоборот Фил Тишина стоит Объявили траур Как обычно Это-то и пугает Понимаешь? Просто так Министры С верхнего этажа Не летают Что у них Дел больше Никаких нет Тихо Ты сам захотел Полететь? Ну ты что? Я так Я имел ввиду Пойдем Тихо Отсюда Поговорили Вот Поговорили Вот Блин И поговорили Так Безопасность Университета Отдельный повод Для национальной гордости Охранники Здесь Это твой лучший друг Особенно Если ты умеешь С ним договориться С начала этого года Благодаря охранному ведомству Было предотвращено Уже 985 Попыток Теракта Это почти 4 зарегистрированных Попытки в день В общем На всякий случай Неси при себе Наличность Не портим статистику Понимаешь Чем я Наличность Ёлки Охранники Бюро находок Пока Ничего там Не могу Ладно Там я так понимаю Что О О Вы его убьете Нет Так Так я послушаю Что вы триндите Я буду Пока Пока Я не вижу Как бы Дефицита времени Да Я хочу послушать Забыл свой код доступа к терминалу Что теперь делать Мы не приложим в руке Вот кто-нибудь другой вспомнит Беда Кто-нибудь другой вспомнит Твой код Ты же Ладно Как я уже говорил В здании 37 этажей Вдвое больше подземных По крайней мере По официальным данным Чем выше этаж Чем престижнее работать Если будешь стараться То быть может Тебе дадут допуск на верхний Но имей в виду Многие пытаются получить повышение И конкуренция здесь Очень жесткая На что только не идут люди Чтобы получить место получше Кто-то подсиживает коллег Кто-то втирается в доверие к начальству А некоторые сумасшедшие Вообще пытаются подняться По карьерной лестнице Честно Странные люди Ей богу Честным путем Тут очень тяжело чего-то добиться Так уж все устроено Но думаю Что у человека С твоей фамилией Есть отличные шансы Продвинутся по службе Однажды тебя повысят Ты зайдешь в этот лифт А остальным будет Остальным будет тебе завидовать Блин Моя проблема в прошлой игре Как раз и была В том что я был честным И я не могу быть полностью свиньей Ладно Посмотрим как будет здесь Мы должны помнить о том Зачем мы здесь И благодаря чему А точнее благодаря кому Ну моему бате Да Вы Все пройдет В печали раз Только враг Не пройдет Нигде Блин Я по-моему случайно Не то прокликал Извините Надо будет потом На паузе глянуть Если я что-то пропустил Так Здесь проходит общий собрание Часть всего это довольно Обыденное мероприятие Где выносят поощрения Или выговоры Я думал мозг выносят Или выговоры Отдельным личностям Бывает что Тут публично осуждают Действия соседних государств О соседних государств Осуждать Да Это вот прям Это мы могем Какой-то умник Предлагал крестить эти Собрания Пятиминутками ненависти Но помнится Тут же схлопотал За это выговоры Больше уже никогда Ничего не мог предложить А еще Иногда мы поем гимны Например Только в этом месяце Я спел главный гимн Страны 426 Ё-п-р-с Это как у тебя Пасть не порвало От такого количества Ладно А там можно было? Нет нельзя было Вообще пока нельзя С кем разговаривать Пойму Я пока не пойму Нравишься ты мне или нет Потому что что-то Что-то как-то это И вроде да Вроде нет Общая площадь Первого этажа здания Мистера создали 440 тысяч Общая площадь Первого этажа 440 тысяч Квадратных метров В смысле Общая площадь Первого этажа Это 440 километров Вообще-то По-моему Ты мне что-то тут Заливаешь 440 тысяч Квадратных метров Бюрократического Это не может занимать 440 километров Он же Мне кажется Это Стоп, я туплю что ли Тысяча метров Это километр Правильно? Правильно Ладно О, там можно было Да, можно триндеж Послушать Я хочу Видел, как тебя Обыскивала охрана Что хотели? А, видел, как тебя Обыскивала Да кто их знает Говорят, лысого ищут Лысого гоняют Ладно Ну, у тебя же есть волосы А под ними Ты я лысый Пока разобрались У тебя есть волосы Но под ними Ты лысый Блин, и не поспоришь Ведь Ай, здравствуй Бюрократия Этот тип Такой неуклюжий Постоянешь что-то ранее Все время забывай Как его зовут А я не могу ему помочь Может помочь Можешь помочь Если хочешь Но вообще В этих стенах Помочь ближнему Заняты не особо популярны Я бы помог На самом деле С одной стороны Конечно, человек Может тебя отбогреть После А с другой Кто знает Что у него на уме Ноги здесь Не упустят Случай поставить Подножку Или воткнуть нож В спину Я хотел бы мне сказать Что я выражаюсь Фигурально Но В общем Как быть Решать тебя Я, наверное, помогу ему Сколько это минут займет Да, конечно Давайте К нему Морриса Кто еще не пинал Морриса сегодня Кофе сегодня На голову Мне уже выливали Отсюда буквально И седина Острая булавка В сиденье стула Была Это же так весело Толкнуть Неуклюжего Тюфака Морриса И потешаться На тем Как он ползает Собирает бумаги Честно Я хочу помочь Но я не знаю Чем мне это Аукнется Потом Потом скажут Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа человек и клюже морис конечно не то человек которая приятная или выгодными друзьях но будьте уверен я благодарю вас в меру своих скромных сил не стоит это мелочи да нет я чувствую что мне это потом аукнется хорошо или плохо я не уверен но достойный выбор просто помни что помочь всем ты не сможешь как не пытайся поверь мне я пробовал ну ясно да я уже тоже понимаю а что у нас тут джордж хемниц морис над ним все смеются 25 чего а что это такое то есть я а против а ну хорошо что это такое может быть это знаете у нас же там были деньги и очки этого престижа ну смысле опыта ладно посмотрим так пробовал иногда лучший выбор это не вмешиваться вообще да кстати я уж тоже понимаю что наверное плюнуть в лицо это было бы слишком я мог или помочь или не вмешиваться так хорошо что у нас тут есть что то есть незнакомец ты кто что-то эти не раз до раньше не видел познакомимся вместе вроде меня зовут иван я тут новенький такой же новенький как я погляжу а я сирена мервис противно тетка плюешь всем в кофе но тебе мой совет на некий если рассудок и жизнь дороги тебе держись подальше от торгового автомата поговорить обо всем о чем обо всем а вот для чего это мне нужно чтобы ясно взламывать их грубо говоря итак поговорить о погоде торговли в министерстве по погоде не знаете какая температура на улице я тебе термометр что ли торговлю министерство как удается пройти мимо охраны министерство это же режимный объект что на режимах и битах и люди воздухом питаются раньше на это же целая столовая работала подробности когда ее из экономии закрыли народ начал то стащим прямо на рабочем месте помирать вот начальство пришлось разрешить торговлю и что вас никто не останавливает а попробовали бы они не остановить я вмиг на них управа найду воду влиятельную персону хотя умоляют это борщая работа знаешь как бывает обслугу никто не замечает вы это и наслушалась ты насмотрелась всякого мне кажется если ты наслушалась и насмотрелась всякого тебя бы уже давно где-нибудь в овраге нашли бы или наоборот вообще не нашли бы когда столовой закрыли я быстро прикинул что к чему и пошла прямо к начальнику с ним там и быстро по сумме договорились а вот начальник службы охраны ни в какую не хотел на пускать пришлось напомнить ему что произошло на празднике порядка за пару лет до этого он сразу и подобрял с тех пор охранники только улыбаются и ручкой может насчет денег я верю что она договорилась с начальниками делает ему откаты насчет охранника я не верю что она его припугнула и он и ничего не сделал и серьезно говорю я бы нашли уже в каком-нибудь овраге и все ну что произошло так я тебе сказала чтоб через охрану тоже пирожки без проверки иначе без проверки начинки таскать с многими и и меня без заработка оставил что те интересно но похоже уже ничего спросить где можно купить полезный предмет поговорить обо всем закончить разговор понятно готов мелочь молодой человек молодой чебурек так сирена марвиц работала уборщица министерстве использовала шантаж чтобы получить разрешение на торговлю для такого хитрого и вертлявого человека ты по моему слишком много мне рассказала лоток с выпечки нет спасибо у меня денег нет я бомж а я там что-то а вот и зал общей работы здесь ты проведешь довольно много времени работали общаясь с коллегами а я больше не с кем потрендить не могу выглядит как будто нет а стоп-стоп-стоп что за тележка не могу пока что ладно не могу это мое рабочее место вот твое рабочее место можешь пока смотреться как только будешь готов я выдам тебе первое задание осмотреться пока что не будем говорить с ним то есть как только смысле а как а смысле осмотреться в общем побегать здесь я понял служебный телефон позвоните никому не могу да рабочее место незнакомец рабочее место незнакомец фонтанчик а куда что картотека а ну-ка ты кто такая что еще познакомиться привет кто вас так начал обращаться к женщине которая старше вас извините что еще до свидания очень приятная в смысле неприятная личность магдаракович как я узнал что и 48 и что она магдаракович где это написано я не пойду в ту дверь погодите мне кажется она тут секретарша по каким-то важным делам на его нафиг я щас в первый же день улечу с рабочего места так почему тележки не могу щелкать ладно телефон позвонить не а вот это кто ясно никто тут можно до можно сохраняться сохранена она ручное вообще суперски это очень приятно почему не могу зайти на рабочее место то ну сказал осмотрись я бы хотел сначала место осмотреть ладно дружище смотрелся я покажу тебе твое рабочее место и объясню что у нас происходит ты уже знаешь что чем будешь заниматься а пройти я без понятия расскажи про работу ну так мы с тобой находимся в зале общей работы люди в этих кабинках распределяют все посетителей по министерственным кабинетам считай что это первая линия нашей бюрократической обороны за которой могут прорваться только избранные ты про нас чувствуешься избранным люди часто думают что они особенные по факту мы все одинаковые два квадратных метра кожи квадратных метра кожи есть 6 костей 5 разве не 210 костей ладно здесь 6 костей 5 литров крови если конечно ты не почетный донор и хорошо питаешься и хорошо питаешься и все мы рано или поздно умрем но кроме мудрого вождя понятное дело но перед смертью надо хорошенько поработать тебе будут приходить посетители тебе нужно выслушать их обращение выбрать подходящий бланк министерство и открытый кабинет нажимаешь нужные кнопки в терминале печатаешь и дыши готовое направление посетителя что за бланк сейчас у нас в обороте четыре формы план бланков бланка четыре формы хорошо запрос жалоба донос и информация выбор зависит от того что говорит посетитель если у тебя возникает сложность сопротивление типа обращения терминале всегда может посмотреть подсказку хорошо министерством какие с министерством самом деле ежедневно появляется упраздняется столько министерств что мы не успеем обновлять данные в общем реестре но к счастью министерство порядка патриотизма социальной заботы труда культуры и спорта науки и техники всегда стабильнее никуда не денутся поедет культура спорт наука техника понял так что тебе нужно только внимательно слушать посетителей решать куда их отправить кабинеты каких кабинетах речь за каждым министерством закреплены несколько кабинет справились это сказ расписание работы кабинетов на неделю если доступного кабинета нет отказывай значит спросить какого типа бланк ну выслушать видимо посетителя понять какой бланк какое министерство и в какой кабинет вроде понял звучит запутанно ну ладно завершить обучение теоретически в довольно теоретически все понятно сейчас проверим насколько теория отличается от практики итак начнем с самого простого бланка обращения на сегодня обслужить пять посетителей за плане планы будет ты будешь получать очки авторитета да это видимо они обработать обращение 5 авторитета предпочта работать за деньги ван авторитет наш министерство ценится гораздо больше денег деньги можно украсть или найти авторитет только заработать без него можно забыть и о повышении премии да и о карьере вообще некоторые коллеги не станут чтобы даже разговаривать если тебе не будет достаточно веса в министерстве я уже заметил кстати спросите выполнение задания ну-ка как не обработать бланки на свое рабочее место получая набор бланки начинаю общаться с посетителем заполнить формат постарайся не подвести меня про авторитет заработать авторитет авторитет получаешь выполняя план по в по вращение посетителей постарайся не подвести давай побольше ли все кто все эти люди посетители то просто люди не такие конечно как ты и я мы все-таки работаем министерство это обычные люди с обычными проблемами когда они не могут решить их сами не приходят к нам их последний надежда его если мы не поможем им не поможет никто помню об этом они будут плакать ругаться смеяться даже угрожать тебя не могут быть неприятными грубыми подлыми и даже жестокими ты но ты должен помнить что они пришли к тебе за помощью и твоя работа я помню моя работа помогать наверно твоя работа корректно обрабатывать их запросы а помогать им или нет это уж как получится и не будешь ты помогать в ущерб себе верно только я тут как белая ворона переживаю за некоторых людей за незнакомых работа а тут прям много ну давай про отца и снова его отца я был знаком с ред грейвом старшим странно правда да был такой уважаемый человек самого верхнего этажа из не сходить не сходил до общения среда сотрудника вроде меня почему чего с отцом не общались давай честно когда мне было когда много лет назад погибла мама он замкнулся в себе ушел с головой в работу мне отправил учиться самый дальний университет страны это было очень было даже не в половину так обидно как то что он попытался выяснить причину ее смерти вот она а не попытался как будто она ничего для него не значило через слушать это его но быть может ты просто не знаю всех подробностей теперь не узнаю раз мы тоже мертв коллег с кем и придется предстоит работать но это милейшие люди когда когда ты им нужен окажем пару мелких услуг улыбнись поболтай на перерыве доверяем или не не делись секретами не доверять или делить секретами не рекомендую я видел количество доноса в министерство внутреннего контроля ясно даже мне с моей любовью к статистике не удалось сходу определить их примерный объем там миллионы тонн документов только в сортировке так что я сомневаюсь что твой секрет сохранится дальше чем пишется докладная магдаракович секретарш начальника фергюсона а я знал что она секретарша это было видно просто те кто знал ее раньше говорят что она была шикарной женщины но потому что случилось теперь все называют я мегерой убери в голову если она на тебя будет кричать навсегда орет от ее каменного сердца есть только один ключ деньги ясно понятная работа семья семья работа напряженная извиза лично просто если помнишь на жена двое детей собак квартира в доме класса д все как у людей от и семей также нас . позже приедут давай по очереди жена не прочитать много работаешь важным делами роза это понимает ведь долг прежде общественную перед общество перед обществом превыше всего правда иногда она недоумевает когда я успел так сильно задолжать общество но мне кажется долг перед общество мне кажется это просто милая шутка про квартиру класс до почти все чиновники при проработавшие больше пяти лет получает место в очереди на жилье класса д много лет были в листе ожидания в итоге были вознаграждены это просто сказка собственный санузел стоит того чтобы ждать собственный санузел класс д я слушал что тебе сразу же выдали жилье класса да ты наверное счастливчик мира наверное все же есть преимущество чтобы носить фамилию red grave про детей сколько детей твою астра моя гордость и всего 5 она уже знает наизусть все директивы прошлого года адам на два года младше ты не гордишься не в этом дело он у нас особенный так уж вышло что случилось аспергилус вот это вот слово я не буду читать на ю тубе меня не поймут случился это еще что обычная черная плесень которой полно в домах класса джей вывести ее очень сложно в последствии а после соседства с ней ну скажем так менингит не сам полезная штука для ребенка трех лет какой ужас страшно мы привыкли как бы то ни было он наш сын и мы его любим иногда нас даже узнает фига себе собака слышал завести собак сейчас совсем не просто не так уж и сложно просто долго написать все семь типов заявлений пройти медкомиссию получить заключение психолога нарколога представить выписки из банка и домовой книги справку с работы сделать копии всех документов от паспорта с военным билетом до свидетельства на право владения холоде свидетельства на право владения холодильником еще согласие соседи ничего такого с чем легко не справиться любой чиновник с опытом сейчас этот пес радует детей приходи к семье как-нибудь семье как-нибудь вечерком жена будет очень рада гостям уверен наши дети подружатся ясно понятно ну пойдем служить родине типа понедельник сегодня понедельник что его в понедельник 5 бланков так запрет массовых рассылок службы учета рабочего времени то я теперь а вот следующий я понял наша инициативная группа провела исследование влияние брома на не спал на боеспособность подразделения при добавлении его компот солдатам к мы могу передать результаты запрос информация я думаю смысле инфа провела исследование влияние брома на боеспособность подразделений это не донос донос ты когда ты жалуешься на кого-то до этой информации я думаю патриотизм культура и спорт наука плен я не вижу нифига порядок труд патриотизм инициативная группа социальная я думаю что это патриотизм в понедельник блин 212 390 915 154 154 кабинет есть понедельник работает на держи печатать я не то месте министерства не то выбрал болен мы подготовили план мероприятия по случаю дня города он у меня с собой кому передать далее подготовили план мероприятия по случаю дня города мне свой запрос наверное день города блин погодите это была наука влияние брома на блин я понял хорошо мероприятий порядок наверное социальный патриотизм вот день города это порядок или патриотизм или вообще культура мероприятия по случаю дня города ну пусть будет культура и спорт которые 279 кабинете по понедельникам принимают неправильный бланк министерство правильная так правильная информация я понял посетитель здра здравствуйте моя соседка роза дирк подпольно торгует духами которые муж отбирает на границу контрабандистов это донос сразу вам говорю духами которые муж отбирает на границу контрабандистов они называют это распродажи таможенного конфискаты денежные а денежки денежки то куда ты куда идут к ним в карман торговля но труд наверное да это же натуральное мошенничество я весь них министерство порядка читала я требую арестовать это жулье ну поле министерство порядка пусть будет порядок черт с ним какой кабинет 101 кабинет в понедельник принимает да а тут все правильно блин сложно хорошо опасительная коллега жак ленталь постоянно закрывает форточку в кабинете а в такой дух хотели совершить не могу работать и даже несколько раз попадала в обморок это жалоба требуем наказать ее или хотя бы запретить и закрывать форточку а где ты работаешь что коллега но значит труд 154 кабинет сегодня уже нельзя до в 212 можно то чё ж бланк то не тот чё тоже донос был жалоба я понял физкульт привет мы вчера играли в футбол с шерифом там полицейский играет за время матча у нас 10 игроков арестовали за превышение скорости передвижения пешеходов так мы вчера и так это министерство спорта если что будет а полицейский во время матча ну хорошо их вратарь нам штраф выписал прямо на поле хочу пожалуйста на судей матча жалоба хорошо за то что они допустили такое потребовали потребовать переигровки хорошо жалоба культура и спорт 404 кабинет отсутствует что в принципе логично 78 кабинет в понедельник работают на да тут наконец тоже все правильно хорошо здание выполнено так 5 бланков я я вы кстати читаться но я могу еще поработать я принес информацию распределение выпускников колледжа горного дела кому бы так хорошо информация горное дело труд а нет кабинета сегодня больше отказать есть работающий кабинет я тупо не увидел да у вас есть такая работа чтобы у вас есть такая работа чтобы не работать я не занимаюсь трудоустройством что вы хотели я вообще ничего не хотел но мама говорит что я тяжело в две смены уборщицы работы как будто она еще одну смену нельзя взять мне что из-за этого маникюру портить ну так что есть такая работа запрос труд но нет уже отказать давно не было же ладно пойдемте отчитаемся 100 монет вообще ни о чем много на тупил надо будет потом разобраться с этим всем хорошо папа папам хороший день считаться выполнен я выполнил план что дальше постарайся реже ошибаться в работе внимательны внимательнее слушать запросы граждан и управлять работу их в работающие кабинеты от твоей работы зависит очень многое нашей стране мне больше ничего тебе рассказать о работе дальше сам осваивайся знакомься с коллегами зарабатывая авторитет работа работая прилежно 8 часов день рано или поздно станешь начальником и будешь и будешь работать 12 часов день это ли не прелесть я учту это спасибо джордж я запишу журнал что ты прошу инструктаж тележка у тебя в тележке у стола лежат необходимые документы возьми их отнеси магде ракович секретарша начальника я подожду тебя у статуи нам еще есть чем поговорить хорошо тележка это вот это что ли наверное да какая у нас инфа накопилось про этого прям многое у нас инфы и жена двое детей знал моего отца хорош хороший человек относится к людям хотя не хорош чувство юмора когда шутки заставляют смеяться они вызывают желание убить пошутившего есть такое хорошо про тебя ничего нового не сказали про тебя тоже ничего 50 47 все старье 35 вот джорджу разве что ладно ребятушки тогда за тележку блин на самом деле чуть-чуть сложнее чем я думал потому что ну путает вот нет на самом деле не сложно просто надо быть внимательней будем на эту серию заканчивать увидимся даже в следующей продолжим как там что она где она покажет спасибо что были с нами всем удачи добра бобра всем молодушек всем покеда и а ну а и а и и Субтитры сделал DimaTorzok